Чтобы самостоятельно собрать необходимые документы для экспортной деятельности, предпринимателям приходится тратить много времени. Однако теперь можно использовать любую меру поддержки нацпроекта в один клик. Поможет платформа госуслуг МойЭкспорт. Эта цифровая площадка – самый короткий путь к рынкам мира, передает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семьи с детьми Самара предоставляет единовременное пособие выпускникам общеобразовательных организаций, являющихся инвалидами. По вопросам выплаты можно обратиться в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки, улица Некрасовская, 63, 3 этаж, 3 кабинет, или позвонить по телефону 340 08 47. Также выплату можно оформить в МФЦ или на региональном портале госуслуг. Документы принимаются до 1 ноября. На госуслугах также можно подать заявление для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале, заполнить заявление на странице услуги, указать все необходимые данные, оплатить государственную пошлину, выставленную в личном кабинете. Госпошлина составляет 650 рублей. Услуга будет оказана в течение пяти рабочих дней, информирует телеграм-канал железнодорожного района. В Куйбышевском районе продолжается сбор заявок по конкурсу на лучшее оформление клумб и цветников. Уже более десяти местных ландшафтных дизайнеров и агрономов представили свои заявки, которые будут принимать весь июль. Завершится сбор заявок общим голосованием на электронной платформе госуслуги, где каждый житель района сможет отдать свой голос за понравившийся цветник. Узнать подробности об участии в конкурсе можно по телефону 330-3181, сообщает телеграм-канал Куйбышевского района.